Субтитры делал DimaTorzok Я любовник, она 50. Может, это сон? В Москве такого не бывает. Стрессы, 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 стрессы. Мы таким образом омолаживаемся. Каждая женщина должна быть в жизни слабой. Мы как раз с этой стороны и посмотрим на обиды. Привет, дорогие друзья! С вами шоу о позитивной психологии «Толстая лайф. Все будет окей». Как часто мы благодарим своих обидчиков. Давайте поговорим, чему они нас учат. Мир кишит мерзавцами. Вот действительно, обидеть нас находится 100 миллионов человек. И какая разница, откуда этот человек взялся. С улицы вообще чужой. Кто-то живет рядом с нами и может запросто испортить настроение и вообще обидеть. Между делом. Просто так, проходя. А самые, наверное, большие обиды – это когда любимый человек, стоящий с тобой рядом, которому ты доверяешь и думаешь, что у тебя есть куда упасть спиной назад, в самый ответственный момент вдруг берет и подводит тебя. Задумываешься, за что мне это, за что мне это, почему этот человек так поступил. Так как позитивная психология заставляет нас смотреть на многие вещи с другой стороны, мы как раз с этой стороны и посмотрим на обиды. Итак, почему человек может обижать другого? Может быть, потому что, переживая боль в своей собственной душе, залатывая раны, очень трудно не поранить другого человека. Бывает так, что обидчик сам по себе, самый несчастный человек на планете. Наша основная задача понять, что он сейчас кричит, обижается, оскорбляет сам себя. Второй вариант, наверное, потому что он пытается нам сделать что-то хорошее. Кто-то хотел сказать правду, кто-то хотел предостеречь. Мы были в плохом настроении и вдруг восприняли это как обиду, совершенно как бы со своей колокольни, как в том анекдоте написали бы просто «пива нет», а то «пива нет». Мы сами иногда приписываем интонации, и совершенно другой смысл тому, что говорили люди. Друзья, у обиды очень много полезных сторон. Давайте начнем с самого начала. Первое. Очень часто тот, кто показывает нам, говорит правду, говорит правду. И если вас подружка называет поправившейся или жаробасиной, вы обижаетесь. Но вы же сами прекрасно понимаете, что ночные забеги по холодильнику похожи на ласточку, которая ела после шести в виде пингвина уже, мы перемещаемся по дому. И может быть, есть смысл не обижаться, а взяться за дело. Следующая полезная вещь – это то, что первая реакция, которая идет нам на обиду, это мы начинаем сопротивление. Или мы куражимся, или мы даем реакцию эмоциональную, такую слезную войну, или мы злимся. Анекдот почему-то вспомнила. Маленькая девочка несет отцу грушу и говорит «папа, поешь». Папа начинает ее кусать. Она говорит «папа, поешь». Он продолжает ее есть, она начинает рыдать. «Папа, поешь». Он говорит «да, доченька, я не понимаю, что случилось. Поешь ее на кусочки». Иногда бывает такое, что мы не совсем поняли, что от нас требовалось, и думаем, что человек собирался нас обидеть, а он просто нас не понял. Стрессы, 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 стрессы. Третья польза от обиды – это то, что когда она приходит к вам, и вы все время пребываете в напряжении, на вот этом выбросе кортизола, адреналина, можем переделать кучу дел. Если ты делаешь годовой отчет, и он у тебя висел 100 лет, то почему бы не использовать обиду как катализатор твоих собственных действий. Четвертое полезное свойство от обиды – это то, что мы учимся побыстрее прощать и забывать. Или прощать и не забывать. И то, и другое созидательно. Так получается, что пока мы помним и не прощаем, целый букет психосоматических болезней приходит к нам. Волосы лезут, коленки болят, гастриты. Оно нам надо. Наверное, самой основной пользой от обиды является то, что в итоге мы убеждаемся в том, что мир полон добрых людей. Помимо того, что есть плохие, гораздо больше добрых людей. И совершенно чужие, незнакомые люди могут протянуть нам руку помощи. Итак, вопрос первый. Анна, 35 лет. Моя свекровь, видимо, считает своих внуков чужими. У нас двое детей. Муж работает, я тоже. Моя мама всегда помогает. Но вот свекровь вечно занята. Когда бы я не попросила. Ну, не хочет она. Она имеет на это право. Когда вы рожали второго ребенка, совершенно свекровь не должна была впадать в крепостные, бросить свою собственную жизнь и начать служить вам. Значит, уходите с работы и сидите со своим малышом самостоятельно. Второй вопрос. Елена, 44 года. Вот скажите, почему взрослый человек позволяет себе орать на других? Мне 34, моему начальнику около 50. Я несу на подпись бумаги, а он хлопает дверь и кричит позже. А я просто выполняю свои обязанности. Обидно. Ну, что я могу сказать? Для этого я придумана дверь и для того, чтобы... Для секретарей, чтобы спросить, можно ли зайти, постучаться. И если разрешения такового нет, нужно прийти в другое время. Просто получается, что мы со своей колокольней смотрим и обижаемся иногда на то, что совершенно не является вашими обязанностями. Положите у секретаря, подпишут. Потом вам позвонят и отдадут документы. Третий вопрос. Маргарита спрашивает. Приходим домой с продуктами. Муж садится на диван и даже не думает разбирать сумки. Мне обидно. Я что, домработница? Едим-то мы вместе? Ну, нужно просто правильно расставить приоритеты. Достаете из этих сумок все, что нужно положить в морозильник. Остальное кладете прямо на самом видном месте, так, чтобы нужно было переступать. Иногда по приоритетам он не ставит на это какой-то акцент и не считает это важным. Вы просто подойдите и попросите помощи. И если уже вот в этот момент будет отказ, ну, не ходите в магазин или не покупайте так много. С маем вас, дорогие друзья! Государственная дума выдвинула теорию лишить нас майских праздников. Утверждают, что мы будем 9 дней целых пить. А казаки утверждают, что на майские праздники нужно непременно сходить в баню. Даже заговор специально придумали. Уйди боль из белого тела, из красной крови, из желтой кости. Мы таким образом омолаживаемся, начинаем новую жизнь. Вот как природа распускает почки, точно так же и мы готовимся к новому сезону. Общественно полезный труд! Мир труд май! Друзья, каждую весну я стараюсь удрать из крупного города в Ставрополье или в Ростовскую область. Ну, во-первых, потому что родные края. Вот Саловка прилетела и поедет. В Москве такого не бывает. А во-вторых, многие говорят, майские праздники, майские праздники. А это же уникальный повод собрать всех, от млада до велика, для того, чтобы рассказать о своих планах, о своих проблемах. Смотрю сейчас на своих родственников накрашенные, нарядные. Получается, что вот такие длинные выходные – это как раз повод нам, девочкам, нарядиться ради своих близких. Ведь мы красимся и в порядок приводим себя, чтобы выйти на работу, а домой приходим, надеваем халат, треники, потому что мы домой пришли, мы отдыхать хотим. И получается, что самые близкие, любимые видят нас не в самом приглядном виде, а праздники. Почему это повод улучшить демографическую ситуацию? Потому что и пококетничать силы есть, и время есть приготовить вкусную еду и морду накрасить для мужа, а не для кого-то, ну, чтобы прилично выглядеть. Друзья, сегодня у меня в гостях трогательная девушка с железным характером Юлия Беляева. Юлия Беляева. Капитан туристической полиции. Чемпионка мира среди полицейских и пожарных по боксу и каратэ. Серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу. Четырехкратная чемпионка по самбо главного управления МВД России по Москве. К вам приезжал Владимир Владимирович Путин. Что ты чувствовала? В тот момент, я когда увидела, так, вначале, думаю, может это сон. Мы непосредственно на коллегии МВД представляли стенд, посвященный нашему подразделению. И он проходил мимо? Да. Так, мы его поймали. Действительно, нет, он сам подошел, ему стало интересно. Это было неожиданно. Просто когда он подошел, это было настолько неожиданно, что я не знала, что такое произойдет. И на тот момент я еще не успела занервничать. На самом деле, просто он сам человек такой-то, что он начал шутить, сразу же обстановка как-то стала более спокойной. Он умеет разрядить, он ее не напрягает. Нету. Ой, да, наоборот, от него вот такая позитивная энергетика исходит. Чемпионка мира по боксу и каратэ среди полиции и пожарных. Также призер чемпионата мира по каратэ, призер Кубка мира по кикбоксингу и победитель международных турниров по боксу. Друзья, это все к 30 годам. На секундочку. Каково тебе быть в мужском коллективе со своими тайными знаниями, а теперь уже явными для всех? В мужском коллективе, конечно, есть свои плюсы в том, что мужчины все равно стараются больше заботиться о женщинах, брать такую самую тяжелую работу на себя. Но в любом случае, если ты женщина, тебе выдвигается больше требований. То есть ты должна знать больше, ты должна соответствовать. И поэтому, если ты хочешь получить авторитет, соответственно, нужно знать больше. Не заплакать, не списать на ПМС, не отпроситься на маникюр невозможно. Ну, я считаю, что это некорректно на самом деле. То есть если ты хочешь, чтобы тебя уважали, если ты... То есть нужно отделять личную жизнь от работы и нужно понимать, что... Как говорит, известная нам личность, мухи отдельно, котлеты отдельно. Поняла. Мама у тебя тоже чемпионка по легкой атлетике. Мира, да, по марафону. По марафону, тем более. Папа тренер. То есть тренировал-тренировал папа, маму родилась ты. И ты все свое детство провела в спортзале. Да, да. С четырех лет я занималась легкоатлетикой, а так вот с маленького возраста... Как тебя занесло в мордобой-то, ты мне скажи. Как тебя принесло в кем-то? Мама всегда мечтала, чтобы я умела постоять за себя. То есть все-таки 90-е годы опасно, и она вот хотела, чтобы я помимо легкоатлетики могла драться. Я просто была такая всегда пацанка с короткой стрижкой, маленькой. Но тем более я очень сильно фанатела от фильмов с Джеки Чаном, Брюсом Ли. То есть это вот изначально был мой кумир Брюс Ли. Тебя что-нибудь может растрогать? Ну вот я понимаю, что ты не плачешь над мультиками, и я не знаю... Почему же? Да? То есть расскажи. Нет, ну я эмоциональный человек вообще, и когда я смотрю, например, фильмы, и вижу какие-то моменты эмоциональные, то есть я могу заплакать. Окей, заплакала. А когда ты злая бываешь, с такими навыками, как ты себя разминируешь? Ну если я злая, я, разумеется, понимаю то, что мне нельзя это применять ни на ком. Если у меня нет настроения, то я просто иду в спортзал, и вся агрессия остается там. Я знаю, что у тебя дома 10 кошек. Да. Все ухоженные, накормленные. Ну конечно, да. Ты знаешь всех по именам, откуда они взялись? Так получилось, что котенка подбросили в подъезд, и жалко стало, принесли домой. А у нас тогда была проблема с мышами, то есть никак не могли их вытравить. И вот она поймала всех сразу, причем маленькая была совсем. И у нас кошка-краселовка оказалась трехцветная, и она у нас осталась. А потом мама, ну, больше мамы очень болеют. Это доброе сердце. Она болеет, она каждый вечер выходит, кормит во всей округе кошек. Хочу понять, просто вот по-человечески хочу понять, то есть твои виды спорта, они в любом случае, ну, жесткость и агрессию подразумевают. Получается, что ты добираешь доброты и, ну, мягкосердечие, наверное, с этими животными, да? Нет, ну вот, как Че Гевара говорил, то, что нужно быть твердым, но сохраняя в себе свою мягкость. И поэтому, да, нужно обязательно все равно оставаться добросердечным человеком. Спорт-спортом, вся агрессия остается там, уже в спорте непосредственно. А в жизни нужно быть, ну, я считаю, что надо быть хорошим человеком. Но мне лично жалко, я не понимаю, как можно выбросить домашнее животное на улицу, на погибель. Так это ж клево, когда у чемпиона мира по боксу есть слово «жалко». Это же просто очень круто. Хорошо, тренировка, 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 все до автоматизма, все, все ты знаешь, все ты умница. Хоть раз в жизни пригодилась. Мы с мамой, ну, бегали кросс, ну, как легкотлеты, бегали и бежали в темное время суток. И девушка шла, и шла компания молодых людей, там где-то 5 человек. Буквально мы пробежали еще 100 метров и услышали крики. То есть они уже напали на нее, причем машина ждала, оказывается, там сбоку. Уже выехала машина, они как бы ее уже ударили, пытались в машину, ну, затащить в машину. Ну, вот как раз, ну, мы это услышали, сразу побежали с мамой обратно. Они уже ее пытались затаскивать, но я в этот момент ударила одного человека как раз. Он растерялся в этот момент, отпустил. Вот, и они тоже перепугались, остальные, то есть и быстренько запрыгнули, и уехали, как бы. Ну, девушку, по крайней мере, мы отбили. Есть ли у тебя какие-нибудь, ну, может быть, фишечки, какие-нибудь советы, которые мы можем девочкам, там, женщинам, мужчинам сказать? То, что их выручит, трудный момент. Ну, в первую очередь, главное, не бояться. То есть, главное, не когда, вот, если даже при столкновении к вам подходит в темном переулке, соответственно, здесь либо ты... Он незнакомится идет явно. Да, либо ты, либо тебя. Надо понимать, что человек, если нападет, то можно потом, соответственно, и жизни решиться. Поэтому здесь уже не нужно думать, здесь уже нужно себя защищать. Вот у нас есть главный инженер Василий, он как и крепыш у нас такой. Ты могла бы показать нам на Василии, как можно помочь себе, вот, когда на тебя идут с ножом? Да, конечно. Бывают такие ситуации, то, что на вас могут напасть сзади, когда вы идете по темному переулку. Соответственно, в этой ситуации, в первую очередь, нужно, как, постоять подбородок, затем нужно сделать расслабляющий удар. То есть, как правило, если вы на каблуках, то удобно либо можно ударить назад, либо можно наступить. Вот, и после этого мы освобождаемся и сделаем загиб руки. При ударе ножом в первую очередь уходим с линии атаки, наносим расслабляющий удар, выбиваем оружие и делаем болевой на кисть. Встать! За голову! Вперед! Да, страшно с тобой встречаться ночью в парке. Скажи, пожалуйста, а какой же должен прийти принц? Я не знаю, на каком розовом драконе он должен заземлиться, чтобы он соответствовал тебе? Каждая женщина должна быть в жизни слабой в любом случае, потому что мужчина должен быть сильнее, как бы нельзя в этом, нельзя подавлять мужчину в отношениях, если ты хочешь хорошего отношения к себе. И, соответственно, в жизни я стараюсь быть более женственной. Но для меня важно, чтобы мужчина меня уважал и чтобы поддерживал в трудные моменты и, разумеется, не препятствовал тому, что я активно занимаюсь спортом, научной деятельностью. В личной жизни мне приказывать нельзя. Все-таки, да, сильный характер имеет такие моменты. Рядом, я сказала, так? Нет, не так, просто в том плане, что меня нужно просить, не приказывать. Ну, это в жизни, по крайней мере. Я как психолог могу тебе сказать, ты во вселенную и вообще нам, людям, подаешь совершенно противоречивые сигналы. То есть блондинка на высоких каблуках, а там внутри силища такая воля, такая, ну, бессонные ночи, тренировки. Если бы я еще не знала, что у тебя золотая медаль в школе, и что ты сейчас в университете, и что ты готовишься к предзащите, опять про диссертацию расскажи, я опять не могу это выговорить. Да, противодействие коррупции в Европейском Союзе. Нафига оно тебе надо? Вот как оно может прийти в 30 лет? Девочки в твоем возрасте хотят рожать, семью, дядечку, варить ему лапшу с грибами. Почему тебя несет в эту сторону-то? Ну, это внутреннее желание. Мне нравится заниматься наукой. Я считаю, что кто-то должен все-таки это делать. Я, разумеется, устаю, но просто есть определенные цели, которые ты себе ставишь и достигаешь. Скажи, пожалуйста, лет через 20 представляешь себя? Каждый солдат мечтает стать генералом. Генералом. Да, это правда, но это уже как на все воля Божия, я не загадываю в этом плане. То есть главное, чтобы у меня родители здоровые были, чтобы муж был любящий, дети. И, соответственно, наслаждаться уже успехами своих детей. Еще последний вопрос. Вот у тебя такой ЗОЖ, ты такая правильная. Вот ты попадаешь в молодежную компанию с таким же точно сверстником. Ты выдергиваешь у них рюмки, ты говоришь, не ругаться, не ходить, упал, отжался, сидеть. У каждого свой выбор, на самом деле. У каждого человека свой выбор. Я никогда никому не мешаю в этом плане. То есть если человек хочет, это его выбор, его ответственность. Если он не хочет, то он не будет этого делать. Ну что, дорогие друзья, вот, наверное, я нашла человека, который удивил даже меня. Редьку не воровала, не курила, не пила никогда. Таких, наверное, много. Но так, чтобы вот столько много в одном человеке, и остановка еще нам не светит, да, побежишь к своим достижениям. Ну, хотелось бы продолжать, да. Оставайся такой же женственной и желаем тебе счастья. Спасибо большое, благодарю вас. Ну что, друзья, пришло время прощаться. Напоминаю, что обидчики дают нам возможность стать лучшей версией себя. Увидимся через неделю. Всем любви и добра. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...